Меня зовут Свизильбер, со мной в студии мой коллега Виталий Новоселов, и к нам присоединяется Игорь Левин, военный обозреватель и ведущий телеграм-канала одноименного Игорь Левин. Я вам рекомендую подписаться на этот телеграм-канал, а также на наш телеграм-канал, который называется Обзиратель. Игорь, шалом, добрый вечер, приветствуем вас. Да, шалом, приветствую. Приветствую, приветствую. Давайте начнем с удивительного расследования, которое... Так, у нас, по-моему, связь. Игорь, вы слышите нас? Да, да, слышу. Вроде все хорошо. Игорь? Да, я вас слышу. Да, 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 все слышно. Сегодня утром было опубликовано в АРЭЦ расследование по поводу того, что азербайджанские самолеты с начала этого года уже два раза приземлялись на аэродроме Увда. Да, это база военно-воздушных сил Израиля. Единственная точка, с которой позволяется в Израиле поднимать в воздух взрывающиеся вещества, боеприпасы. То есть любые поставки боеприпасов производятся именно из этой воздушной базы. Вот там... Ну и они, я так понимаю, просто пользовались официальными биллингами авиаперелетов. Это открытая информация в интернете. И вот самолет Илюшин, старый такой советский самолет грузовой, приземлился в Увде и буквально через два часа вылетел обратно в Баку. Это самолет авиакомпании Silkway, то есть шелковый путь в переводе с английского языка. И, значит, он улетел обратно в Азербайджан, в Баку. И, предположительно, это речь идет о поставках израильского вооружения. По биллингам они проверили все последние годы. И оказалось, что пик вот этих вот полетов на аэродром Увда приходится как раз-таки на период, когда шла Вторая Карабахская война. Вот, Игорь, у вас есть информация тоже на вашем телеграм-канале. Как вы можете прокомментировать это расследование? Ну, как расследование, сотрудничество военное между Баку и Иерусалимом, это ведь что-то новое. С 2010 года у нас это на официальном уровне, в течение вот сколько у нас, чуть меньше десяти лет, передается вооружение, продается, точнее, правильно буду сказать. Я по привычке уже Украины говорю, передается, продается вооружение Азербайджану, израильское. Это всевозможная номенклатура, вот, это у нас минометы, системы на танках, беспилотники, беспилотники-камикадзе и, в том числе, разведательные беспилотники. Подготовка, кстати, обучение, всякие такие вещи. Ну, это не что-то новое, то есть, это на самом деле дежурная новость, тут ничего удивительного нет. Тут разве что интересно в контексте напряженной ситуации с Ираном. Военный конфликт между Азербайджаном и Ираном более чем реален в обозримом будущем. Да, то есть, можно сказать, что это некий ответ Израиля на иранские шахеды, которые воюют против Украины, а вот наши беспилотники будут в Азербайджане, Азербайджан настроен очень так против Ирана. Нет, это планово, как я уже сказал, в 2010 году началось еще военное сотрудничество. А связи, кстати, между израильтянами, евреями, если шире, и азербайджанской стороной началось еще до 2010 года. Нет, нет, это никак с хахедами Украины не связано. Ну, то есть, сегодня, понятное дело, что все у нас комплексно. То есть, понятное дело, что если мы давим на одних, это в угоду других и так далее, и так далее. Но, неважно, Украина не Украина, военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, оно по своим планам идет. Игорь, тут на прошлой неделе Bloomberg опубликовал любопытную информацию со ссылкой на заместителя министра обороны США, который сказал, что Ирану для получения ядерного оружия остается буквально 12 дней. И Bloomberg из этого делает вывод, что Израиль может существенно ускорить свои планы по нанесению ядерного удара по ядерным объектам Ирана. Вот как вы прокомментируете вот такую новость? Хорошая оговорка. Да. Не дай бог, конечно. Не надо никому никуда наносить, никакие удары ядерные. Как, ну как ее прокомментировать? Ну, это Bloomberg, видимо, им что-то известно. У нас же официальные лица в Израиле как заявляют, что военные учения, которые происходят в США... Кстати, сейчас закончился новый этап этих учений в пустыне. Ну, там разные были. Раф-Хайли, то, что называется. Но там, в первую очередь, с упором на артиллеристов было. До этого были учения воздушные, были штабные учения, именно штабов работы. США, ну, они всегда как озвучиваются? Для того, чтобы обе армии имели возможность быть готовыми к любым вызовам на Ближнем Востоке. В первую очередь с ариентацией на Иран. В первую очередь. Вот. Ну вот. Зачем нам уже знать что-то более, чем это? Ну вот, Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, который находился с визитом в Тегеране, его угощали там сладким урюком и задали вопрос, в частности, а что вы думаете по поводу нанесения Израилем удара по атомным объектам? Он сказал, что любое такое действие нелегитимно. Правда, он перевел этот разговор в сторону Запорожской АЭС и сказал, что там уже обстрелы превратились в некую норму, и это абсолютно незаконные действия. Вот это он так выкрутился, и все-таки есть какая-то разница между иранской ядерной программой и захваченной мирной атомной электростанцией? Не, разница, конечно же, есть. Ну, у нас ситуации абсолютно разные. А в чем вопрос? Есть ли разница? Да, есть ли разница. И вот 12 дней остается до того, как Иран может пополучить уран, обогащенный до военного уровня. Там 90 с чем-то процентов, кажется. А сейчас у них до 83,9, то есть почти 84%. То есть можно сказать, что производство атомного оружия это уже фактически вопрос политического решения, а не вопрос технологии. Это давно вопрос политического решения. Ядерное оружие – это не что-то прямо сверх такое сложное. Есть сложности с минимизацией. То есть сегодня собрать атомную бомбу несложно. Ну, смотрите, Пакистан же вот собрал, да, собрал Северная Корея, смотри, собрать. Когда мы говорим про ядерное оружие, то сложность в минимизации заряда, что можно было разместить, например, на ракетах его. Потому что никто сегодня не будет поднимать огромный бомбардировщик с большой там бомбардурой внутри. Да, бомбардировщик не долетит, его собьют прежде всего. Ну вот, очевидно, очевидно. То есть всегда, когда речь идет, скажем, о технологиях, например, какие технологии может передать Россия и Ирану. Это не то, как создать ядерное оружие, опять же, его собрать несложно. Его создали когда? Да, ну, уже почти 100 лет назад его создали. То есть это не что-то новейшее. А вопрос, как минимизировать заряд, сделать его компактным, чтобы вы могли иметь вооружение, да, ракетное, с ядерным оружием, которое будет являться по факту оружием сдерживания. То есть поместить его в боеголовку, другими словами. Да, это технологии не самые простые. Тут тоже не на Марс полететь, но требуют определенных инженерных наработок, знаний и так далее. У России они есть, ну, что, советское наследие. У Ирана не факт, что они есть, учитывая санкции, ну, потому что там с Алиэкспресс вы не закажете такие себе, или какие-нибудь там, не знаю, через какие-то дочки, там, фирмы, вы здесь такие технологии не закажете. То есть это все-таки относительно информация закрытая, внутренняя, которая передается там от инженеров к инженерам, то, что называется, от поколения к поколениям. Вот, и многие государства, естественно, в тайне их держат. Кстати, Северная Корея долго шла к пути минимизации, как они заявляют, опять же, они заявляют, что они только уже создали один оружие, которое можно установить на ракету. Но их подземные взрывы, под землей вы можете хоть огромную, например, с полдома бомбу заложить. Вот вопрос был, ну да, и вы можете взорвать саму страну, Северную Корею, в случае вторжения к ним, или что-то такое. Вот, а сейчас они заявляют, что они смогли сделать компактную. Если даже они не врут и не блефуют, прошло, по-моему, что-то больше 10 или 15 лет с того момента. И это Северная Корея, где команда административная экономика, которая сконцентрировала там усилия на этом, да, все-таки у Ирана чуть-чуть, все-таки по иному это работает. Ну, и я так понимаю, что есть еще проблема с тем, что это невозможно скрыть. То есть они бомбу могут собрать, но ее же надо еще и испытать, проверить, что это работает. А если вот они проведут ядерные испытания, то тогда это тут же будет зафиксировано. Конечно. Как мы вообще знаем, есть ли у какого-то государства ядерное оружие или нет, ну, по испытаниям. То есть пока они не испытали его, можно что угодно заявлять и говорить. То есть пока нет испытаний, значит, еще можно не бояться, что у них уже появилось ядерное оружие. А может быть, вот эти переброски с аэропорта, с военной базы Увда туда, это как раз-таки подготовка к некоему удару, хотя Азербайджан официально говорил, что такие разговоры невозможны, никогда, значит, удар не будет производиться с территории Азербайджана. Но все-таки насколько возможен такой сценарий? Любые сценарии возможны, но зачем нам действительно как-то подставлять друзей азербайджанцев, если действительно, как они заявляли, это все вооружения, которые они закупают, опять же, нужно понимать, это не инициатива Израиля, это закупки официальные, то есть у Израиля тут своя выгода есть. Так вот, эти все вооружения, они нацелены на то, чтобы увеличивать обороноспособность государства. Не забывайте просто посмотреть на карту, Азербайджан зажат между двумя империями. То есть Иран, по факту, и Россия. То есть у них положение незавидное, как бы с их населением и размером государства, вот, и такие два огромных монстра подпирают, один с севера, другой с юга. Это ИКТ, которые сейчас кооперируются, объединяются вместе. Ну, кстати, вот здесь вот Украина входит как бы вот, на сцену выходит российско-украинская война, агрессия России в Украине. Она привела к операции и сближению Ирана с Россией, а сближение Ирана с Россией невыгодно, например, тому же Азербайджану. Да, это точно. Но за Азербайджаном стоит очень преданный, верный союзник и могущественный союзник. Это Турция, поэтому пока за ним стоит старший брат, скажем так, вот, то, наверное, Азербайджану можно не очень беспокоиться за свою безопасность. Или все-таки стоит беспокоиться? Смотрите, когда на вашей дома там будут лететь ракеты? Даже если вы, конечно, в итоге на поле боя одержите победу, я не сомневаюсь, что Азербайджан одержит победу на поле боя над силами Ирана и Ксир. Но гражданские, когда по ним будут ракеты падать, в том же Баку и так далее, ну, этого хорошего мало, кто такое захочет. Ну, да. Сегодня уже можно себе все представить, особенно когда речь идет о невменяемых режимах, таких как путинский и иранский, то действительно все может быть. Знаете, Игорь, я после вот этой второй Карабахской войны побывал в пресс-туре по приглашению азербайджанцев. Нас возили в том числе в Карабах, или как его называют армяне, Нагорный Карабах. Азербайджанцы это называют просто Карабах. Мы видели своими глазами все, что там происходило, и я просто впечатлился тем, что у азербайджанцев просто мифологизированы израильские беспилотники. Вот они реально считают, что благодаря израильскому оружию они победили вот в этой войне. То есть там было много разного оружия. Больше всего было и американского, и турецкого, и старого советского оружия. Но почему-то именно вот израильские беспилотники так всем запомнились. Они лучше, чем Байрактары. Они могут летать ночью. Байрактары вроде бы не могут летать ночью. И они очень такие эффектные, такой большой-большой грузовик. И на нем сверху такие стволы стоят, как на «Катюше». И они тут вылетают, как ракеты, расправляют крылья. В общем, красота. Очень красиво на это смотреть. Но они, на мой взгляд, были очень даже мифологизированы. И вот, кстати, я хотел спросить, а куда в Украине исчезли Байрактары? Что-то в последнее время ничего про них не слышно. Кончились Байрактары? Нет, не кончились. Байрактары есть и действуют. Просто вы, если используете их как разведчики, если используются как разведчики, там очень хорошие камеры, которые могут, думаю, больше 100 километров в хорошем качестве снимать, вы не захотите светить эти кадры. Потому что тогда враг будет понимать, на каких участках Байрактар действует. Но Байрактары же, в принципе, сбиваются ПВО. Они были эффективны в начале вторжения, когда Россия еще не подтянула в Украину ПВО. Ну, именно из-за того, что они сбиваются, как и все летающие сбиваются, именно поэтому вы не захотите светить эти кадры, чтобы враг не знал, в каких операционных зонах они действуют. Да. Ну, тогда странно, потому что у армян в Карабахе, как они называют это, Арцах, у них там стояла российская ПВО, все эти буки-панцири у них были, но почему-то вот они как-то не могли эффективно сбивать Байрактары и израильские беспилотники. Потому что их ПВО было сначала зачищено, с помощью израильских дронов Камикадзе-Хароб, которых Украины, к сожалению, нет. Ну, вот первый раз слышу про такие дроны. Ладно, Бог с ним. Давайте, Игорь, давайте перейдем к Украине. Что происходит в Бахмуте? Какая у вас информация? Ну, как бы ситуация, как традиционно военные говорят, тяжелая, стабильная. Я бы добавил архитяжелый, действительно сложный участок. У меня там друзья, поэтому я знаю напрямую, что там происходит. Но окружения никакого нет, как там вбрасывали эти с российской стороны. Вот, это первое. Второе. Да, есть попытка, они пытаются окружить, есть две клешни, которые фактически нависают с севера и юга над Бахмутом. Что будет дальше, это узнать только командование. Смотрите, очевидно, вот вы сейчас карту показываете динамическую, да, это вот у нас карта вот Deep State команды, кстати, отличная команда, пользуясь возможностью, должен заявить, что делают великое дело в плане мониторинга ситуации и вот тщательно, досконально. То есть я знаю людей оттуда, я знаю, что это действительно труд большой. Так вот, мы видим на этой карте динамической, как двигаются эти две клешни, вот и как двигается фронт. И тут сложно не вспомнить израильскую военную школу, где нас учили, что линия обороны всегда будет прорвана. Современная война, она не так, что у вас просто статичный фронт, никто не двигается. Даже в Первой мировой войне, там, где были как бы статичный фронт, в конечном итоге, вот даже и вот там прорывали, и он двигался. Были наступления, там и в конце немцы фактически до Парижа дошли со своими штурмовыми отрядами и так далее. То есть даже там фронт двигался в конечном итоге. Так что уже говорить про сегодняшний день. Поэтому те, кто удивляются и говорят, о боже мой, что такое фронт двигается, ну конечно фронт двигается. Линия обороны всегда будет прорвана. Вы не можете удерживать территорию на одном месте статично. Это просто физически невозможно. А я так понимаю, ВСУ отвели свои силы на правый берег Бахмутки, взорвали мосты, и сейчас вот линия фронта проходит по реке. Ну как это заявляется, взорвали или не взорвали. А где именно линия фронта проходит? Зачем это обсуждать людям, которые там не находятся? А вообще, какое значение имеет Бахмут? Почему так долго? Ну вот с августа, с начала августа, россияне пытаются его штурмовать. Соответственно, ВСУ его так обороняют упрямо. Они долго не отводили оттуда силы. Для чего это надо было делать? Да и сейчас не отводят. Я не знаю, кто бросил в этот момент информацию про отводы, якобы и так далее. Но никаких заявлений нигде не было официальных. Не с августа раньше, на самом деле. Фактически уже сколько? Ну 8 месяцев они штурмуют Бахмут. Почему он им так нужен? Сложный вопрос. Зачем он нужен так русским? Есть такая версия, что это военная инерция. Вы что-то начали, вы не хотите признать поражение. Поэтому вы продолжаете это делать в силу военной инерции. Такое бывает иногда и есть. Это не очень грабно с военной точки зрения. Потому что вы сливаете огромные силы и живую силу и так далее. Но такое бывает. Особенно, когда у вас есть огромные такие неповоротливые машины военные вроде российской армии. Почему Украина так держится? Это знает только генеральный штаб. Есть много разных прочтений. Есть очень много разных версий. Одна из них это как точка притяжения, где можно перемалывать многие российские подразделения. Это ВДВ. Кстати, сейчас на кадрах можно видеть украинскую БМП, которая наносит удар по вагнеровцам, которые где-то там засели в развалинах. Очень хорошо, как можно видеть, наносит удар. Так вот, там сражаются не только вагнеровцы, там сражаются и ВДВ российские и так далее. И они там перемалываются. Поэтому это как одно из прочтений например, военной академии израильской. Такую версию предполагали, что раз украинцы так держатся и так хватаются за Бахмут, значит, он им зачем-то нужен, видимо, как точка притяжения для того, чтобы перемалывать российские части. Причем не самые там худшие. С одной стороны, это вот у нас штурмовики и вагнеровцы, с другой стороны, это ВДВ, российский десант. Но там и с украинской стороны вроде бы такие ощутимые серьезные потери. Война тяжелая, ощутимые серьезные потери, да. Если бы бои были бы не в Бахмуте, были бы в других участках. Ну, то есть не нужно думать, что вся война заканчивается на Бахмуте. Нужно из Бахмута уйти и все прекратится. Нет. Если у нас тяжелые бои тут, то если бы они не были тут, они были бы в другом месте. Ну, как нам объяснял Алексей Арестович, что пока украинцы могут там занимать выгодные позиции для обороны, они их будут занимать. Как только это все будет снесено артиллерией, как только они сравняют город с лица земли, уже там обороняться будет трудно, они отойдут на заранее подготовленные позиции и будут дальше перемалывать. То есть сам по себе город никакого стратегического значения не имеет. Оперативно, да, то есть они готовы этот город отдать, если такое решение будет принято, если его просто уже будет возможно защищать только очень большой кровью. На стратегическом уровне намного большее значение имеет угледар как город и как ключевой. Поэтому, кстати, мы видели, что под угледаром у нас такие, кстати, вот сейчас вы поставили кадры, они как лемминги один за другим просто бегут на мины, на украинские орудия, сгорают, взрываются. Вот угледар это важность стратегической точки зрения, если потерять этот город и вообще этот район. Да, но угледар это просто какой-то был сюрреализм, когда они как волны бьются а берег крутой, просто волна. Ну почему было? Это продолжается, кстати. Почему-то говорят об этом, как будто это была битва в 2-3 дня, но там они уже больше месяца продолжают в том же самом сценарии. Просто это не меняется и многие уже перепутали кадры и когда какие кадры, но все, что тут приходит, это в течение, да, они с января месяца пытаются штурмовать угледар с нулевым вообще абсолютно эффектом, то есть они там буквально ни полкилометра земли не захватили. Причем тоже надо обратить внимание, что угледар отличается от Бахмута тем, что там же механизированные бригады, там тяжелая техника, танки, БМП, они так массированно подготовились и туда их направили, и это не просто там мясные волны, как в Бахмуте, как вот Пригожинские, эти вагнеровские зэки, это тяжелая техника, и тем не менее ВСУ как-то вот с ними справляется там. Да, да, именно так, то есть там 155-я, 72-я, вот российские бригады, это морская пехота 155-я, но она номинально морская пехота, там давно уже мобилизованные, которые как бы никакие не морские пехотинцы, но формально она морская как бы пехота, вот видим, как они убегают, вот это мобилизованные как раз, это 155-й вроде бы, там и спецназ в том числе действует российский, причем его тоже жестко очень так покрошили, и там даже командир спецназа был вот ликвидирован, то есть там у них все максимально плохо, насколько можно вообще представиться своей на точке зрения. Еще какой-то там добровольческий казачий корпус, который отказался вроде бы... Ну, это все уже так, как бы так, под ногами там мельтешит, основные, конечно же, это вот у них механизированные, материзизованные вот там подразделения. Но в Угледаре, вот как говорят западные военные эксперты, там произошло крупнейшее танковое сражение вот с начала этой войны, там более 130 единиц там не было на самом деле танкового сражения. Это кликбейт, вот, это танковое не сражение, а танковый разгром, скорее, потому что они там потеряли больше 100 единиц техники, иногда, кстати, некоторые СМИ сказали, что больше 100 танков, нет, это танки плюс техника, но танков они потеряли больше 30 штук, это на минуточку батальон танков просто сожгли и вот так вот от нас среди пустого поля, вот, учитывая, что Россия в год может производить сколько там примерно, вот, ну буквально немного, вот, через десятки единиц техники, ну, просто батальон, это потерять просто так, это, конечно, вот, ну вот то, что я хотел... снимаю шляпу перед их премией Дармина в военном плане. Вот то, что я хотел спросить, Россия не изменила свою тактику под Углидаром или они все так же продолжают наступать и идти на наступать на эти грабли бесконечно? Понимаете, вот та тактика, которую мы видим под Углидаром, это советская военная доктрина. Ну, то есть, те военные, старшие, полковники, генералы, которые там командовали, они командуют так, как их учили в учебке. Они по-другому не умеют, не знают. Ну, абсолютно не умеют, не знают. Это вот классическая советская доктрина. В чем проблема? Первое, она подразумевает, что сначала носится тактический ядерный удар. Второе, больше массовость, надо больше сил использовать. То есть, у вас одна бригада подорвется на минах, вторую бригаду покрошат те, кто выживут в тактическом ядерном ударе, а третья, четвертая, пятая, десятая, там, бригады, это уже дивизии, корпуса, они дойдут. То есть, да, такая доктрина людоедская немножко, но подразумевала, что война с НАТО и там империалистами, злодеями, американцами, когда начнется между блоками, там, НАТО и ОВД, вот, то это у нас будет война ядерная и война, ну, ультрамассовая, где все будут мобилизованы вообще тотально, весь Советский Союз будет мобилизован, все там, от пионеров до комсомольцев, вот, даже танки и все оружие, Т-72, это мобилизационный танк, то есть, он специально создан для тотальной массовой мобилизации в Советском Союзе, в отличие от Т-64 танка, например, которая чуть более сложная машина для регулярной армии, Т-72, это именно массовый танк для мобилизованных, вот, и они там реализовывают эту советскую доктрину, но без тактического ядерного и без этих всех огромных корпусов, когда отмобилизовали всю Россию. Так, а тактику-то они сейчас изменили или все то же самое? Ну, а как ее можно, как ее можно изменить, если как вы себе это представляете? Тактика-то ведь не как носки поменять, то есть, это должны полностью менять школы военные и всю цепочку командования, весь подход военный. Ее можно поменять, но это и занимает годы, долгие десятилетия реформ, военных учений, воспитание кадров новых с нуля, люстрации, чистки, тотальниче, то есть, всех вот старых генералов там поубирать и воспитать новых с нуля. Ну, может быть, через лет 20-30, если когда-нибудь они этим займутся, они поменяют и тактику, и доктрины, но как сейчас, вот так сходу, это просто невозможно. Представьте себе, на этот участок прибывает российский генерал или другой старший военачальник, который ничего другого не умеет, не знает, ему ставят сроки, ему говорят, через неделю вы должны там вот наступать под угли даром, накопили силы, потому что весной начнется украинское контрнаступление, тянуть времени нельзя. Как он может за неделю поменять тактику? Откуда? Как? Даже если гипотетически, это абсолютно как бы рядовый фантастический сценарий, но он открывает какие-то методички в интернете, читает какие-нибудь наработки НАТО, неважно, что-то он прочитал, вот просто человек очень креативный, такой open-minded, с широким кругозором, допустим, хотя, ну, российские старшие военные не такие, но допустим, система-то вся остается такая, система связи, система субординации подчинения на советские доктрины. Допустим, он понял, что советские доктрины здесь не роляют и нужно менять. А как он это поменяет? Ну, именно технически, механически, как это сделать? Это никак не возможно. они бесконечное число раз повторяют одно и то же действие, каждый раз получают отрицательный результат и продолжают повторять то же действие. Вот это я не понимаю. Вы судите гражданские? Ну да, да, я гражданский, я никогда не служил. А военная логика же не такая. Военная логика, вы должны решать военные задачи. Вы решаете теми инструментами, которые у вас есть. Если у вас не получилось 10 раз, то на 11 раз не зря, что эти шутки есть там про военную логику и так далее, все эти мемы. Вообще нужно понимать, что армия, любая, даже израильская, это самая консервативная и самая бюрократичная структура, какая-то вообще-то может быть на земном шаре. То есть, если вы ищете самую консервативную, самую бюрократичную структуру, берите любую армию в любой стране. Слушайте, Игорь, но я никогда бы израильская армия вот так не воевала. Ну, даже не столько потому, что действительно каждый человек на вес золота действительно дорожат каждой жизнью, но просто, во-первых, командиры бы не отдали такие приказы, во-вторых, такие идиотские приказы солдаты бы не стали выполнять. Вы ошибаетесь. В войне, сейчас, да, в соседневной войне, после того, как Израиль нанес авиаудар, знаменитый, фактически уничтожив авиацию Египта, Сирии и Иордании, не всю, но большую часть. Большую часть. Началась сухопутная операция. Вот вы должны знать, что в этой сухопутной операции, мы сегодня знаем, что это все было молниенозно, что эти 6 дней разгромили и так далее. То есть, опять же, у нас есть послезнание, и мы умные. Но на тот момент, когда на границе с Египтом и сектором газа были израильские танковые подразделения, впереди были египетские танки, там вот это все были хорошие танки, вот Т-55 были, Т-54, вот, то израильские командующие генералы сказали, несмотря ни на какие потери двигаться только вперед. Не отступаем назад, любые потери, но вперед. Более того, Мошедаян говорил, что военная задача должна быть выполнена ценой любых потерь жертв. Даже если потери будут 50%, военная задача должна быть выполнена. Это военный подход, логика? То есть, мы видим, что даже такая рефлексирующая, учащаяся, вот, человечество, относящаясь к солдатам израильской армии, у нее такой подход, то, что можно считать уже от бывшей советской армии, которая, по сути, осталась, по своей логике, как советская армия, где люди вообще ни во что не ставятся, не ценятся, и военные, но максимально вот такие твердолюбые. А у ВСУ такой же подход? Смотрите, ВСУ, это огромная сейчас лаборатория. У ВСУ у вас найдутся и очень много совка, которые все на него ругаются, и его нужно вычищать, коленым железом выжигать, фактически. Есть много молодых командиров, есть молодые, которые в силу своего возраста не застали совок, они не знают, что это такое. Ну, просто хотя бы тот же Буданов, начальник АГУР, которому 37 лет, он генерал, на минуточку. Другие военные, если вы посмотрите, они многие тоже, 40-45 лет, то есть не молодые, в России 60-70, то есть это очень мощный, важный фактор, который просто говорит о том, что намного более молодое поколение, более креативное. Это первое. Второе. Ограниченная война на Востоке 2014 года воспитала плеяду командиров и военных, которые поднялись до каких-то уровней званий. Вот. В Украине гибрид между самобытными решениями, между советским наследием и между действительно натовским подходом, потому что, ну, не секрет, что, естественно, Запад обучает Украину, украинских командиров и так далее. Но проблем огромное количество. Если говорить про проблемы украинской армии, это боже упаси. Давайте поговорим про ЧВК Вагнер, про дела Пригожина. Я так понимаю, что у него дела, ну, ну, такое, как говорят в Украине. Ну, Он, во-первых, вот говорят, что зэки кончаются, а во-вторых, вот он сам тут призывает помочь ЧВК Вагнер со снарядами, иначе, если ЧВК отступит, то вся война будет проиграть, вся СВО будет проиграна. Да, группа Вагнера, они не ЧВК, они группа Вагнера, вот, то есть они не частная война компания, вот, но группа Вагнера, да, он пытается вырушить, он понимает прекрасно, что его, как и любые такие неформальные регулярные подразделения, его топят официальная армия, Министерство обороны, но это всегда так было. Кстати, когда Израиль образовался, был образован армия обороны Израиля, Лейхи и Эцелю тогда вот подпольным группам сказали, вот, разоружайтесь, вступайте в армию обороны Израиля, все, никаких других войнеров нет. Да, ну, то есть, нужно понимать, что Яросимов и всякая компания, это не то, что они там, лично зуб точат, не, может быть, они зубы точат, но просто так поступили бы любые, любая армия, так и делают, никакая военная группировка не будет терпеть какие-то регулярные, непонятные силы, какие-то вольницы, какие-то непонятно кто и где, и что, подчиняющиеся какому-то повару Путина и так далее, что это за бред, что это за ахинея, вот, поэтому, да, его давят дальше, но он, человек, известно, что хитрый человек, как бы неглупый, и как любой хитрый, неглупый человек, он сейчас ищет себе варианты для отступления, наводит мостики, дорожки себе, вот, ну, часто это все пиар-компании, что вот он сейчас записывает, все эти там видосики и так далее, это вот тоже часть его попытки сохранить, мне не будет говорить про жизнь, непонятно, вот там жизнь и жизнь, хотя мы знаем, что в России легко могут убирать всяких этих вот опальных там вояк и генералов, непонятно, а сколько их сейчас численность, чувакам? Ну, сохранить, сохранить хотя бы свою группировку, численность, ну, костяк вагоновцев-то тысячи, вместе с зэками десятки тысячи. Ну, костяк это несколько тысяч, человек. Да, костяк, я думаю, можно, там не меньше трех тысяч будет. Вот, институт изучения войны сообщил, что со 2 по 4 марта в России было открыто минимум три центра набора новых рекрутов ЧВК «Вагнер» на базе спортивных клубов, на базе в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, в спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и в здании Федерации бокса России в Тюмени. То есть, он, получается, пошел уже за футбольными фанатами? Ну, посмотрим, сколько у него футбольные фанаты не зэки, по-любому, он их не наберет десятки тысяч. Ну, где-то пытаются найти людей, да. На зэков у него есть очень большой рычаг давления, да, он им обещает все-таки свободу и амнистию, а футбольным фанатам что он пообещать может? Просто, что они смогут убивать, насиловать? Ну, умереть, скорее всего, быть накалеченными в итоге. Ну, интересно, посмотрим, как ему удастся навербовать туда новых рекрутов в этот ЧВК, да, очень интересно на это смотреть. я вот слышал в последние дни, по-моему, звучала цифра, что сейчас из всех мобилизованных в России, вот, не вовлеченных непосредственно в боевых действиях на фронте, а где-то там еще в учебках, вот, остается порядка ста тысяч человек. И это, по сути дела, вот, имеющийся на сегодня последний резерв, дальше надо будет следующую какую-то активную фазу мобилизации проводить. Потому что, вот больше сейчас нету. Вот вы как оцениваете этот резерв? Как я много раз говорил, мобилизовать значит организовать. Вопрос, могут ли они эти сто тысяч организовать в какие-то боеспособные подразделения. Это отдельный вопрос. А насчет мобилизации, да, если они хотят дальше эскалировать ситуацию, им придется следующий виток мобилизации делать, ну, масштабный. Говорят, кстати, про весну, что у них есть в планах на весну. Есть такая немножко инсайдерская инфа, она не проверена до конца, но вот что весной Россия предприметит еще большую попытку мобилизовать там 100, 200 и так далее, тысяч людей. Игорь Левин, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Большое спасибо. Дорогие друзья, Игорь Левин, израильский, украинский военный эксперт, ведущий телеграм-канала одноименного Игорь Левин. Подписывайтесь на него в телеграме. И ютуб-канал. А ютуб-канал Игорь Левин. Подписывайтесь также на нас в ютубе и в телеграме и во всех социальных сетях. На этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. С вами сегодня работали мой коллега Виталий Новоселов. Меня зовут Свизильбер. Я прощаюсь с вами до завтра. Я желаю всем здоровья и терпения. Украине я желаю победы. А на